в этом видео поработаем с текстом и так у нас пускай есть некоторый текст некоторый язык некоторый текст вот сначала он полностью написан маленькими буквами потом некоторый текст все написано большими буквами и написано так не к то рей и написан в разнобой то мелкие буквы то большие и нам надо все это привести к какому-то некому одному стандарту давайте будем это вводить столбец и новый текст назовем его alt f11 открываем редактор вот так вот нам достаточно будет видно давайте сделаем новую процедуру саб вот так и назовем new текст так переключаемся в режим просмотра процедуры и давайте начнем и так в диапазон range сначала в яцей в ячейку c6 то есть вот сюда напишем тут все буквы видим написано в нижнем реестре то есть маленькими буквами напишем все это верхнем регистре для этого будем использовать функции в б пишем в ба . и дальше у нас появляется выпадающий список можем тут выбрать вернее new и кейс и далее в скобочках надо указать диапазон откуда мы будем брать значение а мы будем брать из ячейки b6 b6 запускаем ух ты я конечно же забыл тут написать ключевое слово range а так мы написали b6 да то он и вот этот текст b6 привел к верхнему регистром пишем сначала range потом вот это вот значение b6 кавычки берем скобочки то есть теперь мы ссылаем ими ссылаемся именно на ячейку b6 запускаем и видим да у нас был некоторый текст написан вот так теперь все пишется большими буквами вот тут мы сделаем обратную операцию то есть из текста который написан верхнем регистре сделаем нижним давайте вот это все скопируем перейдем на следующую строку будем брать вернее записывать новое значение ведь чейку c7 вот в эту ячейку и тут мы используем не ю кейс опять ставим точку и л кейс выбираем то есть you это uppercase l это lowercase запускаем и видим да тут некоторый текст написан полностью маленькими буквами теперь у нас далее есть видим написан некоторый текст который написан в разнобой а хотим мы написать его так чтобы каждая первая буква каждого слова писалось большой буквы остальной текст был маленькими буквами опять же все это дело копируем вставляем будем затем тут из ячейки b8 берем значение ну вот это вот строк конв если мы сейчас запустим видим до аргумент not optional то есть тут нам надо поставить запятую и смотрите у нас на выбор появилось несколько вариантов видим то тут опять же можем выбрать uppercase это будет все в верхнем регистре lowercase все будет в нижнем регистре а нам надо выбрать proper case с другими можете сами поиграться проверить я покажу наиболее популярные варианты запускаем ухты и что у нас получилось получилось у нас что-то непонятное давайте напишем тест тест так вот на английском запустим тест тест отработала а если напишем некоторый текст запустим и видим да что русский язык не поддерживается как ни странно оставим это в таком виде и воспользуемся еще вторым вариантом так теперь будем брать значение из ячейки c9 но воспользуемся не функции выбор а скажем так функциями эксцеля то есть пишем тут excel ставим точку application тут надо надо выбрать функции worksheet функции функции рабочего листа и тут уже выбираем proper и далее пишем range наш диапазон и в скобочках указываем это у нас b9 b9 не давайте запустим и видим да вот тут у нас уже с русским текстом все работает поэтому если у вас даже не работает вот эта функция веба ее можно обойти с помощью использования функции рабочего листа принципе они работают одинаково но как мы видим тут русский текст не поддерживается на этом все ставьте лайк подписывайтесь на канал всем пока